Друзья, всем привет! Сегодня видео это продолжение истории вот этой вот орхидеи, которая называется Фантастическая жемчужина. Предысторию всю про нее рассказывать не буду, потому что у нее есть отдельный плейлист на канале в разделе плейлистов, который так и называется. Орхидея, Фантастическая жемчужина и в этом плейлисте у нас идет история о адаптации, реанимации, возвращении орхидеи к жизни после того, как мы ее получили по почте из одной тайваньской оранжереи, взрослое такое материнское растение. И потихонечку, потихонечку уже по второму кругу наращиваем ей корни. После первого круга из-за погодных условий, из-за резкого смены климата этой зимой, я думаю, что не только в моем регионе, но и во многих регионах тех, кто из вас смотрит наш канал. Некоторые орхидеи посбрасывали цветочки, закуклили корешочки и так далее и тому подобное. Не исключением стала и наша фантастическая жемчужина, друзья. В прошлом видео, в прошлых видео мы ее зачистили, обрезали, убрали все гнилое, убрали корешки, которые отмерли. И в последний раз, 10 дней назад, мы ее вместе с вами обработали вот Rebuff Extra. Напомню, что мы две орхидеи обработали, одну по инструкции, а вторую, вот эту орхидею, мы просто намазали основание. Вот у нас 10 дней прошло, пока явных таких, каких-то заметных, заметных таких вот прям явных изменений у орхидеи нет. Потихонечку листики начинают у нее вянуть немножко, тургор теряется у нас. Набухли у нее вот эта вот пимпочка корневая с одной стороны и вот здесь что-то похожее на пытающийся пробиться корень, но это пока не точно. Листик у нее вроде бы и растет, центральный вот этот вот, или вроде бы замер, но тем не менее, листик есть и у нас есть надежда, что эту орхидею нам удастся все-таки увидеть цветущей. И для этого сегодня я хочу эту орхидеечку убрать вот из этой вот конструкции над водой. Я хочу эту орхидею поместить в триферн. Да, вчера мы с вами вместе вечером пересаживали орхидею из мха в триферн. Это солнечную, ярко-желтую, ярко-желтый триллипс орхидею. И сегодня вот хочу повторить процедуру, но только уже с фантастической жемчужиной. Я не раз уже говорил, что мы вместе с вами посадили несколько орхидей вот в такой вот грунт. Это корни древовидного папоротника, который сам по себе не гниет, и в нем содержатся ферменты, которые замедляют или подавляют гниение на орхидеях. Собственно, поэтому и этот грунт начали производить в Новой Зеландии, и к нам сюда его присылают. Я не знаю, сейчас продают или не продают, но у нас немало продавцов, которые продают кору, мох в группах ВКонтакте, собирают в лесу корни папоротника древовидного, обрезают, подсушивают и тоже продают. Не помню, почем, но вот тоже мне встречались нередко эти объявления. И вот сегодня я хочу в эти корни папоротника поместить нашу фантастическую жемчужину. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас в корнях папоротника хорошо маленькие орхидеи наращивают на мокрых пяточках корни. Раз. У нас в корнях папоротника в триферни две реанимашки прекрасно себя чувствуют. Прекратилось гниение у них, и они начали наращивать корни и наращивать листья. И вот сегодня, друзья, хочу я эту орхидею поместить, значит, вот в такую, вот в такой грунт. Вот у меня сперва было, знаете, желание, либо вот в такой стандартный горшок поместить орхидеи, в которых в магазинах продают. Потом подумал, это слишком большой. Вот такой есть поменьше тоже горшочек, в которых продают поменьше орхидеи. А потом подумал, друзья, все вот это вот, например, вот такие горшки вообще у нас в магазинах не продаются. Вот этот горшок, он слишком большой для вот этой орхидеи. И вспомнил про уже полюбившиеся не только мне, но и многим нашим зрителям вот такой вот мерный стаканчик на пол-литра. На пол-литра. Он чуть побольше вот этого маленького горшочка, но чуть поменьше вот этого стандартного горшочка. С учетом того, что мы в этот горшок накидаем дренажный слой из керамзита, то триферна у нас понадобится не так много, как кажется. Плюс еще, друзья, я поглубже ее посажу. Наверное, вот так вот. Я уже накинул сюда немножко этого керамзита. Обычный, друзья, керамзит. И вот примерно где-то вот так вот. Видите, смотрите. Чтобы орхидея у меня листьями лежала на ребрах горшка. Ну, чтобы не вываливалось. Вот эта вот посадка нужна лишь только для того, чтобы до момента, пока у нее не начнут отрастать корни. Ну, там по 3, 5, 7 сантиметров. 2, 3, 4 корешочка. 5. Ну, желательно, чем больше, тем лучше. И тогда после этого мы ее отсюда извлечем. И уже сделаем более-менее долгосрочную посадку. А сегодня вот просто вот в этот вот хочу поместить ее в триферн. Вот сюда в триферн для наращивания корней. Потому что уже посадив несколько орхидей, я пришел к выводу, что триферн, друзья, вообще, наверное, самый обалденный компонент. Даже, наверное, лучше, чем мох. Но с учетом того, что мох более доступный и дешевле стоит, то, конечно же, по цене и качеству мох на первом месте. А по цене триферн на втором. Потому что литр все-таки 240 рублей, где-то 250, может, сейчас дороже выходит триферна. А мох можно еще купить сухой за 60 рублей литр. А живой за 50 рублей литр можно купить. Но мы будем сажать в триферн, друзья. Ну и так, ну что, на дно я вот такие вот кладу спрессованные вот такие вот части. Триферн хорош тем, что он, друзья, не гниет. В отличие от мха, он поддается гниению значительно через более продолжительный срок. Так, ну вот так вот на дно положил. Надеюсь, видно. Вот, теперь я примеряю. Мы еще будем эту орхидею с вами обрабатывать. Обрабатывать. Еще будем ее рябав экстром. Раз. И, наверное, где-то через несколько дней. Ну, раз в две недели. Раз в две недели. Можно рябавом. Два-три раза. И смотреть. Если не помогает средство через три раза применение, то менять. Не нужно до фанатизма бесконечно обрабатывать одним и тем же средством, если нету какого-то результата. Так, я вот так вот. Под основание самой орхидеи я специально ничего не кладу. В надежде, что триферн не будет, влажный триферн не будет поддерживать какие-то процессы гниения на основании орхидеи. Как это вот мы уже наблюдали. Одна из орхидей. Но мы сделаем обзор еще раз. Помните, посадили одну орхидею. А у нее на основании шел процесс гниения. И этот процесс гниения, если бы не триферн, он бы, наверное, ушатал бы орхидею за несколько дней. А мы вместе с вами, по-моему, не одну неделю наблюдали за тем, как развиваются события, вот это гнилое пятно. И просто уже просто стало жалко нам орхидею. Мы ее взяли и почистили, прям не доставая эту орхидею из триферна. Просто взяли, убрали листочек и зачистили гниющую ткань. И помазали максимум. Все. И у нас с этого места, друзья, ну я покажу. Корни полезли вообще, как, знаете, как на дрожжах. Вот реально говорят, поговорка такая. Полезли как на дрожжах. Вот прям как на дрожжах. И орхидея тут вот пошла в рост. Все прям с ней так хорошо и замечательно. Так, вот так вот я палочкой еще немножко. Главное, вот эти корни не повредить, не нажимать. Не нажимать, не утрамбовывать, чтобы вот эти корешки, которые у нее сейчас есть, они не повредились, не надломились. Поэтому прям вот аккуратненько вокруг них и сверху все это дело я подтрамбовываю. Но чтобы их не зацепить. И сами корешки, видите, укутываю. Вот он корешок. Сам его, этот корешок, я укутываю в этот триферн. Потихонечку, чтобы вокруг был триферн этот. Так, ну вот так. Все, значит, оставляю. Вот таким способом. Значит, сразу вопрос. Какой будет полив? Так, сейчас, пять секунд, друзья. Значит, полив будет замачиванием. Замачиванием. То есть, сюда буду воду наливать. Вот так вот. Ну, под основание. Триферн будет напитывать воду. И я буду все сливать лишнее. Сейчас я возьму еще парочку. Ой, друзья, парочку каких-нибудь кусочков коры крупных. Положу их вот сверху, вот сюда. Чтобы при сливе воды, вот так вот придерживать. И их за эти два кусочка, чтобы они поверхность триферна придерживали. И можно было сливать без проблем. Чтобы триферн у нас не выливался. Вот сейчас я замочу, полью эту орхидею. Все предыдущие у нас посадки этой орхидеи в триферн, они у нас сопровождаются тем, что мы сверху кладем галышики, кусочки щебенки. Почему? Потому что, ну, внизу у нас керамзит. И сам триферн, он как бы легкий. Пока он сухой, он всплывает. Но потом в процессе использования... Вот вчера мы с вами пересаживали, я щебенкой вокруг. Но в процессе дальнейшем он намокает. И, знаете, уже становится такой, перестает всплывать. То есть он такой прям... Вот, вчера полили же с вами. Вот, щебенку у меня здесь. И ничего. Вроде все нормально. Вот. Ой, сейчас смотрю, друзья, наклоняюсь. А тут такие ароматы орхидейные, вообще обалденные. А еще раскрылось несколько новых, новых орхидей, друзья. Новинок, малыши. Вот я прям у меня это... Подмывает, показать вам. Ну, обязательно покажу в одном из следующих видео. Так, по чуть-чуть подливаю, чтобы он успевал впитывать воду. И чтобы не всплывал. А здесь большинство керамзита у меня уже водой замочены. Мокрой. Но все равно, вот некоторые, видите, пытаются всплыть. Вот. Вот, видите, всплывает. Поднимается все. Конструкция потихонечку. Поэтому нужны утяжелители какие-то. Сюда все равно. Пока триферн не разработался. В общем, друзья, вот такой вот у нас сегодня очередной этап с фантастической жемчужиной. Вот она, название ее. Это видео тоже попадет в плейлист про эту орхидею. И там все видео про нее у нас имеются. В общем, друзья, всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok